Больше четверти века каждую зиму Творец искусств премьера удивляет жителей и гостей города интересной, красочной и незабываемой постановкой новогодней фантазии. Это главное муниципальное новогоднее представление Краснодара. В этой по-настоящему волшебной сказке участвуют артисты шоу Театра премьера, Дворца искусств и Молодежного театра. Вы только представьте, в спектакле задействовано больше полусотни человек, а за время новогодних каникул фантазию ставят не менее 60 раз. Мало кто из театров может это себе позволить, а наш может. Благодаря этому практически у каждого юного краснодарца есть возможность посмотреть этот спектакль. Последние четыре года главным режиссером постановок является Жанна Пономарева. Красивая, талантливая женщина. А что мы знаем о ней, кроме как автора фантазии? Да по сути ничего. Но сегодня у нас есть шанс познакомиться с Жанной поближе, о ее судьбе, семье и творчестве прямо сейчас. Таких, как она, у нас в стране единицы. Эта женщина могла бы покорять сердца одним лишь появлением на публике, но выбрала профессию, которая в России считается мужской привилегией. Здравствуйте. С вами Михаил Молчанов. И сегодня у меня в гостях главный режиссер муниципального творческого объединения премьера Жанна Пономарева. Здравствуй. Здравствуй. Как выстроим диалог? На ты или на вы? Миш, я предлагаю на ты. Отлично. Все-таки молодые. Готовясь к программе, перелистывая страницы интернета, увидел Жанну Пономареву несколько фотографий и даты рождения и где родилась. Все. Больше ничего. Неужели ты такой скрытный человек, несмотря на то, что, в общем-то, работаешь в культуре и тебя многие знают? Ты знаешь, Миш, да. Наверное, я достаточно скрытный человек, потому что, прежде всего, я творческая единица. Поэтому вся информация, которая есть обо мне в открытом доступе, это как о творческом человеке, не более того. Ну, а все-таки с чем это связано? Или у тебя такой принцип по жизни, что моя жизнь – это моя жизнь, а все, что касается работы в театре – ну, пожалуйста. Просто все остальное вас не касается. Так получилось? Возможно, так. Немножко грубо это звучит, про то, что вас не касается. Но, скажем, это то, что-то очень сокровенное и очень личное, которое я очень берегу. Поэтому стараюсь не допускать туда массового внедрения посторонних людей. А может быть, все-таки есть что скрывать? Ты знаешь... Признавайся. Ты знаешь, законы не нарушаю, плохих поступков стараюсь не делать, поэтому скрывать, в общем-то, нечего. Меня все-таки окружают люди, как ни крути, которые так или иначе могли бы обо мне что-то как-то раскрыть, если бы было таковое. Несколько лет назад так получилось, что ты переехала в Краснодар с Сибири, да? Что подтолкнуло тебя на этот шаг? Все-таки в Сибири тоже неплохо жить, хоть и говорят, да, что там полная разруха и все такое. Вот тебя потянуло на юг, тебе захотелось тепла, тебе захотелось солнце, тебе захотелось море или что-то другое? Вот почему? Что-то другое. На самом деле, по причинам, которые были мною вызваны, мы переезжали несколько раз в несколько городов с моим супругом, а Краснодар был выбран им, и я поехала за мужем. То есть в мои планы абсолютно не входило, я была на пике своей творческой карьеры и строила громадные планы расти дальше, но мой супруг решил, что мы поедем в Краснодар. И он первый уехал, спустя, наверное, полгода уже переехала я. И что осталось в той сибирской жизни? Остались воспоминания. Вообще, на самом деле, вот если говорить откровенно, у меня полное ощущение, что та сибирская жизнь почему-то была в прошлой жизни. Ну, как будто она давно-давно прожита, а сейчас начинается какая-то другая жизнь. Это были какие-то воспоминания хорошие или все-таки не... Они абсолютно разные. Жизнь, как ни крути, состоит из очарований и разочарований. Поэтому я не делю на плохие и хорошие особо. Это нормально. Не было бы каких-то плохих, не было бы моего роста, моего развития. Значит, не совершай этих ошибок и иди дальше. Не было бы хороших, соответственно, не было бы поддержки, не было бы такого рвения, желания и так далее. Это все естественно, из этого состоит жизнь, поэтому было все. Так а там чем занималась? Я была режиссером. В итоге стала художественным руководителем театра. В общем-то, своей профессией занималась. Театр драматический, молодежный, кукол. Что именно? Забайкальский краевой драматический театр. Это очень большой театр с очень большой труппой, с очень сильным таким развитием, который заложил художественный руководитель, который меня учил и готовил, собственно, к этой должности в свое время. Поэтому это была мощнейшая школа, мощнейшее становление моего профессионального там. Вот мне очень нравится, что о прошлой работе ты говоришь с таким, ну не то, что, может, восхищением, но все-таки с улыбкой, да, значит, действительно у тебя были хорошие моменты, есть что вспомнить. А не вспоминаешь, не хочется вот опять вернуться, хотя бы на немножечко. И что бы ты сейчас сделала на сцене того театра? Я бы, ты знаешь, очень хочется вернуться, но вот просто побывать, просто побывать там, где я взрослела, там, где я становилась, там, где какие-то есть воспоминания, посмотреть хоть одним глазком. Что бы сделала, не сделала, ну, здесь вопрос задач, с какой целью я туда еду. Ну, могу точно сказать, что в Краснодаре я научилась делать шоу. Если я была только драматическим режиссером, это постановки детских спектаклей, это постановки взрослых, но в определенном таком ключе, и я понимала, что куда-то я к чему-то тяготею, тогда я не могла сформулировать к чему. То здесь, попав в премьеру и прикоснувшись именно к такой шоу-индустрии, я поняла, что это то, что мне было нужно, это то, в чем я хочу теперь расти, развиваться дальше. Еще немного о Сибири. Все-таки, что было в той сибирской жизни, не касаемо профессиональной деятельности? Такой обширный вопрос. Ну, кроме, естественно, знакомства с, как мы уже узнали, мужем. Нет, с мужем я познакомилась, а ну да, в Сибири, я просто что-то так на чету сейчас открутила. Да, конечно, это же глобальнейшая встреча в моей жизни, мой супруг. 14 лет мы вместе благополучно, и, собственно, да, оттуда вместе идем. И хочу развеять миф, что очень многие, и, признаюсь, я тоже думал. Жанна Пономарева – это тот человек, который после работы приходит домой, и ее встречает кот. То есть нет ни мужа, ни, кстати, дети. Да, у меня есть сын, 12 лет. Вот, оказывается, у тебя еще и ребенок есть. Да, у меня абсолютно полноценная, насыщенная такая семейная жизнь. Со всеми укомплектована по полной. Поэтому домой я прихожу, там меня встречает сын, меня встречает супруг, мои родители могут быть, мой брат, невестка, мои замечательные пельмешки, племяшки. То есть полный набор такой, полный комплект обычной жизни. Так что поклонники могут быть разочарованы. Да, да, могут быть свободны. Она замужем, у нее полноценная семья. Котик есть? Нет. Будет, значит. Мой супруг категорически против, а я его слушаюсь во всем. Ты покладистая жена, да? Да, да. Я стараюсь, я очень стараюсь. Извини за грубость, он такой дрессировщик в семье. То есть так, жена, я сказал, вот это делать, вот это, и ни вправо, ни влево. Я очень стараюсь выполнять все то, что просит мой муж, потому что прежде всего этот человек очень мудрый, очень умный. И он всегда действует из тех интересов, как лучше будет нам, семье. А меня иной раз моя работа от семьи отвлекает, куда-то заносит, и он меня возвращает в нормальную реальность. А может, как название фильма, а может, это любовь? Это многоточие. Нет, в моем случае, а может, это любовь и восклицательный знак. То есть это действительно любовь? Да. А на сколько он тебе старше? На шесть лет. Все-таки возраст, хотя любви все возрасты, да, но не чувствуется такой дисбаланс между вот тебе столько-то, ему столько-то? Посмотри, когда нам было по 20 с чем-то, этой разницы не чувствовалось. Мы как бы на одной волне. А когда нам стало за 30, вот мне за 30, супругу чуть-чуть за 40, вот здесь уже разница стала ощутима. А в чем? Ну, потому что мне еще всего надо много успеть, а он уже становится более степенно, он уже свой такой цикл прошел, проб и ошибок. То есть мужчина, который, придя с работы, ему не хочется побежать в парк с женой, да, там в кино, на дискотеку, тем более, я так понимаю, а прилечь на диванчик, взять, там, что-нибудь погрызть и просто поваляться и посмотреть телевизор. Как один из вариантов, да. Мы, конечно же, ходим в кино, у нас есть семейные такие вылазки. Опять же, из-за моей работы, из-за того, что я загружена очень сильно, как правило, это происходит редко, но мы очень стараемся это делать. Но он тебя поддерживает? Никогда тебе не говорил, что, Жанна, ну все-таки хватит, наверное, давай что-нибудь найди себе более, там, спокойное. Я поняла твой вопрос. Спокойное, да. Да, Миш, ты знаешь, вообще моему мужу нужно поставить памятник при жизни во весь рост, потому что та поддержка, которую он мне оказывает, несмотря на то, что длительный промежуток времени он не очень соглашался с выбором моей профессии, но, тем не менее, тыл, поддержка, опора, пинок, если надо, это всегда он, только к нему я могу прийти разбитая, уставшая, сомневающаяся, и он всегда меня соберет, поправит, направит и выпустит в мир уже обновленный, сильный, мощный и мудрый. 14 лет в браке. Чему ты у супруга научилась? Ой, много чему. Ну, давай вот посчитай. Я научилась быть руководителем. Первый человек, который научил меня стратегически мыслить, это был мой супруг. Мыслить, управлять коллективом, причем многочисленным коллективом, распределять собственные силы. Подожди, как? Как научил? Вот хотя бы несколько слагаемых. Какие он тебе преподавал азы? Ну, прежде всего, нужно отключать эмоции. Это я умею делать очень хорошо. Дружба, ноль, любовь и какие-то... Понимаешь, Миш, театр – это то же самое производство. Это очень большое, серьезное производство. А на производстве не может быть дружбы, любви, чувств, эмоций, привязанности и так далее. Иначе не будет результата, не будет дела. Есть интерес. Общий, большой, серьезный интерес. Я согласен, но не получается так, что такая, извини, змеюка, да, и тебя все равно недолюбливает. А хочется, к примеру, актеру какой-то ласки или хорошего... Ну, не то что ласки, просто хорошего слова. Или это присутствует? Методы-то разные. Мы сейчас говорим о базовых вещах, да, а методы – это уже как выстроишь. Я всегда говорю, что режиссура начинается не с момента, когда режиссер взял микрофон и пришел к артистам. Гораздо раньше. Гораздо раньше на замысле, когда мы только... Когда эта команда формируется, когда мы вместе можем искать. Конечно, могут быть какие-то конфликтные истории. Может быть, все совершенно гладко пройти. По-разному. Но каждый день не знаешь, чего... Готовишься к одному, все режиссеры это говорят. Готовишься, вот сейчас я приду, у меня вот такой план, я вот так сделаю. И все совершенно наоборот идет. Как и в жизни. Да, да, да. Что еще? Это мы два, по-моему, или три. Ну что-то да, я уже что-то перечисляла. Чему еще научилась? Чему научилась? Вообще я, наверное, научилась и в том числе и чувственности у своего супруга. Потому что... Ну как-то я изначально очень скрытный, очень неумеющий проявлять эмоции человек. И он меня научил и этому доверию такому, знаешь, глобальному доверию. Потому что мы, я не знаю, кто мы друг другу, друзья, любовники. Ну то есть вот все вместе, настолько открытость, вот мне только с ним произошла. И по сей день мы очень откровенны друг с другом. И самое главное, что есть между нами, это уважение. Потому что чувства могут ослабеть, могут опять вспыхнуть. Это эмоции, да. А вот уважение, тот базис, на чем держится, оно присутствует. И это такой очень мощный фундамент. А что бы ты посоветовала молодым семьям, чтобы сохранить брак? Вот с точки зрения твоей прожитой, да, совместной жизни с супругом. Что это? Это лучше быть любовниками? Постоянно, эх, страсти, да? Или друзьями, когда плечо подстанет? Да лучше-то совмещать, понимаешь. А если не получается? Ну брак – это тоже работа. Я очень-очень сильно не подарок. Вот как жена, как супруга. Я вот очень не подарок. Потому что в нашей семье есть один неадекватный человек – это я. Так что ты делаешь? Но понимая, что нужно работать над собой. Мир-то не изменишь под себя, как ни крути. И если что-то происходит, а может причина во мне. Надо работать над собой, надо держаться, надо как-то сохранить. Если это действительно нужно. А может быть и не нужно. Может быть стоит эту историю завершить и начать новую. Тут уже у каждого свое. С тобой разобрались. А ты сама не замечала, чему научился твой муж от тебя? Может быть какие-то привычки появились? Не знаю. Я не анализировала, конечно. Могу сказать точно, что ему со мной не скучно. Вот, кстати, один из принципов, на чем может держаться брак очень долго, когда нам не скучно друг с другом. Тебе приятно, когда в твой адрес говорят красивые слова? Хотя бы просто приятные. Да, конечно. А как ты воспринимаешь, не беря во внимание близких, к примеру, твои коллеги? Что воспринимаю? Ну, слова, когда тебе говорят, Жанна, ты самая лучшая, ты самая красивая. Я нормально это воспринимаю. У нас, кстати, есть такое пожелание от твоего коллеги. Я думаю, тебе будет приятно. Давай посмотрим. Давай. Во-первых, мы не сразу взлюбили друг друга. В каком смысле? Как, естественно, в профессиональном. И прежде чем мы начали сотрудничать, я как актер, она как режиссер, друг с другом, прошло несколько лет, когда мы разглядели друг в друге что-то, то, что нужно для того, чтобы создавать какие-то спектакли, концертные программы и так далее, и так далее. Но как только это случилось, сложился такой вот тандем, о чем я не жалею, потому что за это время мы интересны были работой. В спектаклях, концертные программы. И нам даже довелось вдвоем вести концерты и открытие фонтанов. Вот, кстати, скоро это вновь случится. В паре как ведущие. Так что я очень этому событию в моей жизни, то, что мы встретились, рад. И надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться с Жанной Владимировной еще долгие-долгие годы. Я на это рассчитываю. Не знаю, как она, все же может измениться. Может быть, появится кто-то другой, моложе меня, красивее меня и все. И мне придется уйти на второй план. Но я буду стараться поддерживать себя в форме, чтобы быть первым. Появится тот человек. Я уже даже боюсь. На самом деле с Ильей мы еще и встретили Новый год. Опять же, работая в паре, как ведущий на театральной площади. Теперь это главная площадь города. Мы встретили Новый год на сцене вместе. Сейчас будет комплимент от меня. Ты красивая женщина. И что самое главное, еще и талантливая. Почему режиссура? Почему не решила блистать на сцене? Ого! Все-таки есть данные. Это какая-то такая случайность с режиссурой на самом деле. Я закончила лингвистический класс в гимназии. Я занималась иностранными языками. Ничего меня не связывало с театром. Никакого тяготения не было. Никаких талантов во мне никогда не существовало. Совершенная случайность. Я увлеклась и понеслась. Очень у меня большой зажим. Мне казалось, я такая слабенькая, средненькая актриса. Поэтому совершенно туда меня никак не влекло. А именно придумывать мир, строить этот мир, создавать его, мне было интересно. Вот Дмитрий Медведев признал, что в нашей стране есть некоторый гендерный перекос, неравенство. В качестве режиссеров мы привыкли видеть мужчин. Тяжело в этой роли быть женщиной, режиссером? То есть держать на себе? Ну, начнем с того, что очень долгое время мне приходилось, конечно, доказывать. Даже с института. Буквально на первом курсе было сказано. Девочки, подумайте, чем вы можете заняться. Куда вы можете перевестись, чтобы другую профессию себе взять. Потому что это мужская профессия. Вы не задержитесь. Ничего. Задержались, отучились. Дальше, ведь нет мужской и женской режиссуры. Есть плохая и хорошая. Поэтому мое стремление только идти к хорошей режиссуре. А мой пол режиссера в данном случае не важен. Мы продолжим нашу беседу буквально через несколько секунд, после которой тебя ждет очень необычный вопрос. И ты обязана будешь на него ответить. Я постараюсь. Продолжение следует...